В центре Ларийской области Армении находится город Степанован, который упоминается в летописях еще с 10 века, а точнее с 978 года, хотя, конечно, под другим названием. 144 километра до Еревана – расстояние, которое может вполне служить основанием для того, чтобы причислить Степанован к армянской провинции – менее шумной, несуетливой и совсем не жаркой, как столица. Но так было не всегда. Когда-то здесь была именно столица, столица государства Ташир, Ларий, но к 18 веку местность вследствие различных причин, в том числе военных, опустела. Основателем современного города были купцы, во главе с Желалаглы, имя которого и получил город. Здесь возник по-современному выражаясь крупный торговый центр и транспортный узел. Вплоть до самой революции город развивался как купеческий. А свое нынешнее название город получил в честь, наверное, главного армянского революционера Степана Шумяна, который организовал здесь первый в Армении марксистский кружок. Сейчас в городе живет около 25 тысяч человек. К сожалению, город сильно пострадал во время землетрясения 1988 года и, на первый взгляд, кажется, что так полностью и не оправился после него. Здесь есть небольшой автовокзал, мэрия, дом культуры, информационный центр и громадное здание музея Шумяна. Это самые значимые здания в городе, ведь Степанован по-прежнему остается малоэтажным. Мы сделали остановку, чтобы купить местную сим-карту. Можно купить ее на российский паспорт и, я, пользуясь случаем, немного снимаю город. Вот центральная аллея. Справа, насколько я понимаю, мэрия находится и слева там еще есть несколько интересных зданий. Сейчас мы подойдем поближе. Возле мэрии, не работающий, к сожалению, фонтан, крест и сбоку отель. Алексей Евгеньевич, вы, говорят, приобрели МТСовский интернет, да? Да. Расскажите, пожалуйста, как это делается в Армении? Это делается точно так же, как и в России. Всем привет зрителям канала. Делается так же просто, как в России. Вот, сейчас мы раздадим. По цене что там получилось? Что за что? 5200 драм. А за что, не знаю. Короче, что-то тут бесплатное. YouTube, Facebook, мессенджеры, Instagram, YouTube как входящий, так и исходящий. И сколько-то там гигабайт. Вот сколько гигабайт? По-моему, 30 гигабайт или 10 гигабайт. Но их можно пополнять за, по-моему... Короче, не очень дорого, ребята. Точно не очень дорого. МТС. Такой же, как в России. Этот выпуск состоялся благодаря поддержке главного фермерского портала Фермер.ру. Фермер.ру – это крупнейший интернет-портал о бизнесе в сельском хозяйстве на русском языке. Ответы на тысячи вопросов фермеров, уникальные обучающие материалы, прямые эфиры из агроэкспедиций, беседы с мастерами своего дела, успешными фермерами, технологами, учеными и их бесценный опыт. Регулярные выпуски на YouTube-канале и широкое общение на форуме портала. Всем, кто интересуется сельским хозяйством, я рекомендую Фермер.ру. Ссылка в описании к этому видео. И мы немножко погуляем по центру Степана Ивана. Вот, опять же, мэрия. И немного погуляем здесь вот по этим красивым аллеям. Это вот перед нами здание местного театра. Это музей Степана Шаумяна, в честь которого, в общем-то, назван город. Да, Степан Шаумян — это армянский революционер. Я так и подумал. Армянский революционер и политический деятель. Один из руководителей революционного движения на Кавказе. Журналист и литературный критик. Член РСДРП с 1900 года. Друг Владимира Ильича. Да. Глава кавказских большевиков. Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров. Понятно все теперь. И вот здесь под крышей сохранился дом Степана Шаумяна. Под крышей. Просто взяли этот дом и построили над ним здание музея. Вот, нас пустили бесплатно. Сказали, пожалуйста, снимайте, чтобы люди знали о нас. Отсюда начинаем. Мы пройдем, спасибо. Мы видим, что здесь есть экспонаты, посвященные быту, культуре Армении. Не только, как сказать, личности. История наша начинается с Лори Берд. Так называемого города Лори Берд. Вы обязательно... Это музей под открытым небом. Обязательно будете там, увидите. Очень интересно многого. Лори Берд, это Берд, это крепость. Вот в честь этой крепости, которую оградили потом этот город, и был назван Лори Берд. С девятого века там правила династия Багратуни. В 385 году провинция Ташир остается на территории Лори. И присоединив рядом... Рядом... В ближайшей земли. Да. В провинции образовалось Таширо-Дзурагетское королевство. И Лори становится столицей. Измечаемый комиссар на Кавказе. То, что он внес в межнациональном вопросе, его лепто огромное, колоссальное просто. Но, к сожалению, их расстреляли англичане и эсеры. Вот еще с тех времен была вот эта война между ними. За Кавказ. Именно за Кавказ. Как видите, сейчас тоже самое продолжается. Вечерина изменилась. Ну, часть него потом был переименован Джавалу Глэжу Степана. Это, вот видите, вот эту туфлю, он из хлеба, из мякиша. Он был, когда сидел в тюрьме, вот он это и спасал. Это дом. Тестя. Шоумен. Это дом его. Тестя. Знакомится со своей будущей женой. Создает семью. Великолепную семью. Очень простую. Она была, она становится соратницей. Она везде, она везде была с ним. Его, вот когда мы знакомимся с его письмами, он еще с тех времен огромное, он очень, огромное место уделял грамоте. И особенно женщину. Он своей жене писал, что женщина в семье должна быть грамотной. Чтобы и семья была, и дети были потом грамотными. А грамотным быть, это очень важно. Да, да, да. Сейчас, я думаю, сейчас очень не хватает этого. Это вот мозаика, наверное, советских времен еще, да? Да, это уже мозаика советских времен. Не кажется, он на Свердлов похож. Нет, не очень. Свердлов еврей. Он был, нет, он был красавцем. Да, 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 конечно. Действительно, он был самым красивым мужчиной на Кавказе, кстати. Это типография, где издавались запрещенные листовки, газеты. Вы посмотрите, через колодец они проходили, и здесь была тайная типография, где издавались вот эти листовки. Это макет этого дома. Это дом в Дбилиси, он еще сохраняется. Ну, не знаю, уже в качестве чего. Скажите, а вот такой дом, это считался дом, такой не бедный? Нет. Нет, нет. Это дом зажиток, наверное, у человека, да? Этому дому уже больше, чем 200 лет. Вы представляете его? Вы сейчас зайдете? А можно туда зайти? Волнитель, да? Конечно. Конечно, зайдите. Супер. Друзья мои, мы заходим в дом тестя Степана Шоумяна. И он сохранился практически в том же виде, в каком и был. Да. То есть он на этом месте стоял, да? Его обнесли или перевезли? Да. Нет, нет. Этот дом вот так был построен. А вот этот комплекс уже к его столетиям уже... Это комнатки. После был построен. Богато. Богато, богато. Да. Одна мебель чего стоит? Богато. А это такие вышитые картины. Да? В то время, наверное, было модно. Модно было. Но это нам подарили. А, ясно. Это нам подарили. Это его семья. Дом в Тбилиси, где он жил, родился, жил. Это отец, мать, Степан, сестры и брат. Ну а впоследствии женился он на Екатерине, на дочери Григоряна. И вот его семья. У него было четверо детей. Дочка скончалась 23 года. А сыновья потом стали достойными сыновьями своего отца. Вы посмотрите, старший сын Сурен. Угу. Он был директором белорусского танкостроительного завода. Ого. Да. И, кстати, у него тоже новаторства его были внесены в это дело. Однако, я смотрю, 36-й год, дата смерти. Да, он тоже очень рано скончался. А Левон Шаумян, сын, руководил, был редактором главным большой советской энциклопедии, 20 лет. А младший сын Сурен был доктор филологических. Ну, печечка. Кстати, дочка его приезжала к нам два года тому назад. Она сейчас работает в Москве. Живет, работает в Москве, в Ниде. Угу. Долгие годы она была послом в Греции. Угу. Но потом уже переехала опять в Москву. Проходите, пожалуйста. Это самый старинный инструмент в Армении. Угу. Видите, да? Это уже о многом говорится. Собиралась элита. Это вообще... Да, да, да. Потому что были тогда присоединены некоторые территории и Грузии, и Армении к России. И вот, находясь на перепуте, вот это повлияло очень. И первая русская школа наша была пушкинская. На десять лет была старше, чем армянская. Ммм. Ммм. Которая была построена здесь, да? Здесь тоже печка. Классная. Ну, я не знаю. Слово у меня нет. Пушкинская. Патефон. Нет. К сожалению. Нет. К сожалению. Это спальня. У нас здесь был район Слободка, где жили исключительно русские. Спасибо. Какие-то похвальные листы. Спасибо. Приятно слышать. Похвальные листы. Мне кажется, вот сейчас в Армении мы себя очень чувствуем комфортно здесь. Очень хорошо. Но у нас теплый народ. Знаете, вот и всякое бывает у любого народа. Мудей тут посвящен не только Шурмяну, но вообще истории и культуры города, который с десятого века существует, как небольшое поселение сперва, а потом как уже город. И показаны разные этапы становления этого города. И также вот экспонаты, которые показывают, как люди раньше жили. Утварь домашняя, мебель, предметы обихода. Много старинных фотографий здесь есть. Ну, а дом снаружи он выглядит вот так. Это мы слышим звучит дудук. Национальная культурная гордость Армении дудук с неповторимым звуком. И вот коллекция музыкальных инструментов. А какое дерево берется на эти изделия? Абрикос. Абрикос? Не, вот это я не знаю. А вот это вот интересно. Музыкальные инструменты из абрикоса. Очень красиво. Ножницы даже есть деревянные. Кстати, у него одна работа находится в Индии в музее. Двадцатиметровая цепь. Я не буду показывать каждый экспонат. Будете степанование. Обязательно зайдите в этот музей. Посмотрите его. И здесь недорогие билеты. Можно зайти, посмотреть и познакомиться с культурой этого замечательного места. А на втором этаже выставка художественных работ, скульптур и картин. И вот мы видим школьники приходят на экскурсии тоже с учителями. Будут смотреть. Это музей Степана Шумяна. Далее вот здесь банк. Сейчас мы немножечко снимем денег. Возле театра небольшой базарчик. А вот этот чабрец. И вот он театр мест. И здание мэрии здесь расположено. А потенциальные возможности для развития города мне лично кажутся существенными. Хотя бы из-за его географии. По сути это мог бы быть отличный бальнеологический курорт. А по краю каньона так и видятся современные пешеходные улицы с ресторанчиками и дисхаузами. Да и в окрестностях немало интересных достопримечательностей, которыми я посвящу другие сюжеты на моем канале. Хочется надеяться, что в будущем Степанован станет значительным туристическим центром. Я так думаю. Звучит музыка. Звучит музыка. américеная музыка. Субтитры создавал DimaTorzok